Всем привет-привет! Меня зовут Женя. Сегодняшнее видео будет о покупках одежды на осень и на зиму. Если честно, я такой человек, который не любит холод. Я мёрзну очень сильно зимой, мне некомфортно, я хочу всё время спать, хочу кушать и спрятаться дома, и никуда не выходить. Но нашим странам некуда деваться, у нас есть зима. Я бы, конечно, предпочла жить где-нибудь, где нет зимы, потому что, мне кажется, тёплые вещи, сапоги, куртки — это такая абуза. Представляете, если целый год не будет зимы, будет только солнышко, просто в какое-то время года потеплее, какое-то похолоднее, но, в принципе, температура одинаковая, это прекрасно. У вас всё время лёгкая одежда, и вам не нужно вот эти вот баулы доставать каждую зиму. Лично я просто прячу зимнюю одежду на лето, и зимой её достаю потом из таких вот пакетов огромных, либо где-то там в шкафу запрятаны эти вещи. Если бы в моей стране не было зимы, я бы просто ездила иногда, если бы очень скучала по снегу, куда-нибудь в ту страну, где есть снег. Видео будет в вашем любимом формате, я буду примерять вещи на себе, вы будете смотреть, как они на мне смотрятся, и оценивать. Буквально позавчера мне доставили вещи с сайта Ламода. Я, между прочим, все ссылки буду оставлять под видео, и даже будут в скидке, если вам интересно, будут разные промокоды на скидке, поэтому заглядывайте обязательно в описание, там можно найти что-то интересное. То, что я себе заказала сейчас на осень и на зиму, это классные ботинки кожаные. Снаружи смотрятся будто осенние-весенние, но никак не зимние. По крайней мере, здесь есть мех, и они тёплые. Это мне очень понравилось, сейчас до сих пор остаются в тренде такие военные мужские сапоги, под джинсы, под платье, под юбки, под пальто, под куртки, под дублёнки, вот такие ботинки. Во-первых, они очень удобные, во-вторых, тёплые, а в-третьих, стильные. Мне очень понравилось то, что в этой модели нет ничего лишнего, получается здесь только шнуровка и замок незаметный сбоку. Вот и всё, как бы никаких нет стразов, нет никаких там дополнительных ремешков, а всё вполне очень строго и классическое. Смотрите, какое красивое красное платье я заказала. Оно скрывает все недостатки, потому что от талии немного расклешённое и смотрится очень женственно, по-девчачьи, в то же время оно тёплое, комфортное, мне понравилась ткань. 80% лискозы, 20% полиэстер, красный цвет всегда освежал женщину, подчёркивал её сексуальность. Вы не должны бояться красного цвета, обязательно носите красный цвет. Хотя говорит та, которая постоянно носит чёрный цвет. Там же на сайте LaModa я заказала классные чёрные кроссовки, посмотрите, они чисто чёрные. Это Nike Air Max модель, я очень-очень давно их хотела, о них мечтала. Они невероятно удобные, плюс ко всему они чисто чёрные, даже значок Nike чёрного цвета, то есть они подходят подо всё. Ну, правда, сама надпись Nike здесь белого цвета, но она практически незаметная. Стильные, красивые, зимой, конечно, не очень получится их носить, но я иногда зимой тоже носила кроссовки, смотри, какая зима. У нас в Алматы бывает очень тепло зимой. Вот, и на тренировке идеальные кроссовки, потому что у них суперкрутая подошва, воздушная, ортопедическая. И плюс ко всему мы часто путешествуем, я люблю гулять в кроссовках, и мне кажется, это очень классный вариант и стильно, и удобно. При великим удовольствии хочу показать вам следующее платье красивейшего цвета фуксии. Вы видели фотографии в Инстаграм, но в полный рост я так и не успела сфотографироваться. У меня, кстати, есть такая же помада, такого же оттенка. Кому интересно, посмотрите сочетание. Я недавно выложила фоточку в Инстаграм с розовой точно такой же помадой, как это платье. Это платье российского бренда Lava. Я уже не первый раз заказываю у них вещи. И вот сейчас как раз на осень, на зиму я нашла у них потрясающее яркое платье. Тоже с горловиной, рукав длинный, сидит идеально по фигуре. Не знаю, лично мне, когда на улице холодно, хочется добавить крас, одеваться как-то ярко, красиво, поднять себе настроение и окружающим. И еще одно стильное платье бренда Lava. Это платье из эко-кожи. Я тоже недавно выставляла фотографию в Инстаграм, и вам безумно понравилось это платье, так же, как и мне здесь. Тем более оно теплое, здесь как бы есть и подклад, оно очень качественное. И можно надевать под водолазку с горловиной, с длинным рукавом. Можно надевать под футболку с укороченным рукавом. В общем, можно разные варианты с любым цветом. И мне кажется, каждый раз по-новому будет смотреться это платье, когда вы будете играть именно с какими-то кофточками под него, с разными цветами. И всегда это будет смотреться очень стильно. К этому стильному платью из эко-кожи я заказывала вот такой поясок. Там же у бренда Lava. Пояс очень круто смотрится и дополняет прекрасно платье. А также я покупала берет. Но этот берет я покупала в Stradivarius. Он вообще недорогой и смотрится очень стильно. Сейчас, если честно, вообще любые береты в моде... Хочу быстро показать вам колготки, которые покупала в Кразидонии. Они смотрятся как лосины. Этот эффект из 90-х, скорее всего. Помните, такие были разноцветные лосины. Мы носили в школу. Розовые, салатовые. Так вот, там же в Кразидоне есть такие же лосины и колготы. Правда, здесь странный шов. Сзади по ноге идет вдоль ноги толстый шов. Кому-то он может не понравиться, но если одеться тоже как-то прикольненько, то этот шов смотрится даже, можно сказать, сексуально. Потому что он идет вдоль ноги. Худи. Я узнала, что такое худи. Это, оказывается, вот такая толстовка. Свободная толстовка, мешковатая, безразмерная. Мне кажется, она подойдет на любой размер. Особенно она прикольно смотрится на худеньких девочках. С капюшоном очень большим. Безумно теплый. Безумно комфортный. И я ношу его под свои хантеры. Красные смотрятся, мне кажется, идеально. Ссылку я оставлю на эту супер теплую вещь под этим видео. А также на нее будет скидка. Хочу показать вам пальто. Очень-очень теплое и стильное. Бордового цвета на заклепках. Вы тоже должны были видеть фотографии в инстаграм. Это бренд Смородина. Такой вкусный бренд. В прошлом году я тоже заказывала смородины пальто. Я знаю, что у них на сайте есть зимний вариант пальто. А также осенний, если в вашей стране не очень холодно зимой. У меня сейчас осенний вариант. Потому что я заказывала как раз на осень. Ну а также у них есть теплый зимний вариант. Я очень хотела показать вам пальто безумно красивого цвета. Пудрово-розовый цвет. С невероятно красивым подкладом. Это пальто мне подарила моя подписчица в Санкт-Петербурге. У нее тоже собственный бренд. Они шьют одежду. Я все ссылки оставлю под видео. Мне было безумно приятно. Она принесла мне пакет на встречу с подписчиками. Мне всегда так неудобно, когда мне дарят подарки. Я никогда не говорю про то, что вы должны прийти с подарками. Очень освежающая, красивая посадка. Классная по фигуре сидит идеально. Покажу сейчас две пары джинс, которые идеально подходят на осень. Потому что у них высокая посадка. А также я люблю высокую посадку. Ну, то есть джинсы на завышенной талии. Из-за того, что они очень корректируют фигуру. И смотрятся они классно. Во-первых, джинсы сама по себе очень плотная. Это Levi's. Джинсы в стиле Steve Jobs. Я так называю такую модель. Ну, это обычные классические джинсы. Мне кажется, и цвет потрясающий. Они должны быть в гардеробе у каждой женщины. Следующие джинсы. Они укорочены на завышенной талии. Мне нравится такой сероватый цвет у них. И получается, что они якобы обрезанные, укороченные. Джинсы классно сочетаются с ботинками. Черными, пацанячими. И их я покупала в Zara. Я покупала в Zara несколько месяцев назад. Поэтому не знаю, есть ли они еще в этом магазине. Хотела показать вам лосины из эко-кожи. Если вы ищете лосины себе такие вот подобные. Потому что это мой мастхэм в гардеробе. Я каждый год покупаю себе новые лосины. Некоторые вообще несколько лет подряд ношу, если они не портятся. Эти лосины я купила тоже в Кальзидоне. Если вы давно ищете, они тоже на завышенной талии, на хорошей посадке, то есть не укороченные. И у них есть размеры. Если вы ищете лосины, то загляните в Кальзидонию. Вот и все. Вещи закончились. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте обязательно лайки. Поддерживайте меня. Пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Так как на моем канале выходят видео. Интересные видео. На разные-разные темы, которые волнуют всех в данный момент. В общем, на разные темы. С вами была Анастасия.